Здравствуйте, я от всего сердца приветствую вас на программе «Церковь Ковчег». Сегодня мы продолжим говорить на тему, поднятую на нашей прошлой программе. В прошлый раз мы еще не до конца разобрали прощальную речь Павла. После того, как он рассказал пресвитер Мефесской церкви о своем образцовом служении и о том, что он ничего не умалчивал, а также напоминал о том, что лежало в основе его послания, он начал говорить о том, чего он от них ожидал. И тогда Павел рассказал, что идет в Иерусалим по влечению духа, а также сказал, что не дорожит своей жизнью и чист от всякой крови. Об этом сегодняшние проповеди. Как вы понимаете, пресвитеры Ефесской церкви очень внимательно слушали Павла, и он сказал им очень много эмоциональных моментов. Давайте сейчас встанем и послушаем, что еще он им сказал. Итак, сейчас мы прочитаем 20 главу «Деяния святых апостолов» с 22 по 27 стих. «И вот ныне я», — сказал он пресвитер Мефесской церкви, «По влечению духа, иду в Иерусалим, не зная, что там встретиться со мной, только Дух Святой по всем городам, свидетельствуют, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. И ныне вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие. Посему свидетельствую вам в нынешний день, что я чист от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию». Апостол возвещал всю волю Бога. Аминь. Можете присаживаться, друзья. Мы можем заметить, что эти строки просто вибрируют. Павел хотел, чтобы сказанное им отпечаталось у пресвитеров в сердцах. Сделав краткий обзор своего служения в Ефесе, чтобы пресвитеры Ефесской церкви лучше понимали, о чем он говорил, Павел представил им небольшой анонс того, чего он от них ожидал. Первое, что он им сказал, было то, что он шел в Иерусалим по влечению Духа. Он сказал, и вот ныне я по влечению Духа «Иду в Иерусалим, не зная, что там встретятся со мной». По влечению Духа. Эти слова могут означать, что его влёг туда Дух. Или же «это был Дух Христа». В любом случае, этими словами он хотел сказать, «Я не могу иначе, братья. Я не могу не отправиться в Иерусалим. Я должен пойти туда, потому что я знаю, что Господь дал мне такое поручение. Священное слово должен просто горит в моей душе. Я делаю это по влечению Духа». Вспомним Мартина Лютера. Про него тоже можно сказать, что он служил по влечению Духа. Реформаторы делали всё по влечению Духа. Они не боялись, что у них ничего не получится, потому что их взял под своё крыло Святой Дух. Со всей своей страстью ради благой вести об Иисусе Христе. Павел писал Тимофею. «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, ни меня узника его». Иеремия был просто опустошён из-за перипетий своей судьбы и трудностей, что свалились на его служение. Он хотел прекратить служить Богу, но он был связан Духом и просто не мог этого сделать. И подумал я. Не буду я более говорить во имя его. Было в сердце моём как бы горящий огонь, заключённый в костях моих. «И я истомился, удерживая его, и не мог». В каждой рождённой свыше душе горит такой огонь Божий. Он никогда не гаснет. Вы можете убежать от Иисуса, потому что следование за Ним приносит вам бремя и гонение. «Я видел, как христиане убегали от Бога, от Его Церкви. Но в какой-то момент, даже если на это потребовалось много времени, они снова оказывались у дверей Церкви и говорили, «Я не могу жить без Иисуса! Я не могу жить без Христа!» Мы, христиане, делаем всё по влечению Духа. «Свобода христианина заключается не в том, что он больше никому не принадлежит. Поймите же это, наконец!» «Свобода христианина заключается не в том, что он больше никому не принадлежит, а в том, что он принадлежит Богу, что он навечно принадлежит Ему. Благодаря Ему возникла новая связь. Мы обратились к Господу. Дьявол держал нас в цепях смерти, а Иисус держит нас с канатами любви. Да, они тоже связывают нас. Иисус связывает нас с любовью, праведностью, радостью, исцелением, спасением и вечной жизнью. Разве мы не слышали недавно, что сказанное в 22-м псалме неверно переведено? Я имею в виду такие слова «Так благость и милость досопровождают меня во все дни жизни моей». Нет, на самом деле это предложение должно быть переведено так. «Благость и милость преследуют меня во все дни жизни моей». Вот что мы узнали. Бог преследует нас с любовью, милосердием, вечной жизнью. Он связал нас с Святым Духом, который вошел в наши сердца, когда мы обрели спасение. Все мы связаны Духом и не можем не говорить о том, что видели и слышали. Павел был человеком, который знал, что он принадлежит Богу и руководствовался этим жизнью. Он знал, что когда Бог явился ему по пути в Дамаск, он избавил его от власти тьмы и связал его властью Бога Живого. Он даровал ему служение. В Деяниях, после слов о том, как Павел проповедовал в училище Тирана, Лука писал следующее. Когда же это совершилось, Павел положил в духе, пройдя Македонию, Ахаю, идти в Иерусалим, сказав, «Побывав там, я должен видеть и Рим». У него было неспокойно на душе. У него была просто невероятная цель. Сделать так, чтобы благая весть наполнила собой всю империю. Эта благородная задача так и пылала в этом рабе Божьем. Он был человеком, притворявшим в жизнь одно очень важное дело. И в целом, когда мы читаем такие слова, дорогие братья и сестры, а потом бросаем взор на нашу жизнь, мы понимаем, что нам еще расти и расти, как это обычно говорят. А еще мы замечаем, что сами мы связаны вещами этого мира, чем-то временным, чем-то приходящим, а связь с нашим Богом у нас часто не такая крепкая и сильная. Павел же был связан с Духом очень крепко. Святой Дух буквально обвил его. Перед Павлом стояла просто невероятная цель. Это побуждение Духа было в нем настолько сильным, что ничто не могло его остановиться. Он не знал, чего ему ожидать в Иерусалиме. Он так и сказал об этом, «Я точно не знаю». И в этом нет ничего ужасного. Мы не можем знать всего. Мы должны лишь сказать, «Я сделаю это и это завтра». Или же «Не сделаю». «Я поеду туда и туда». Или же «Я не поеду никуда». И добавить после этого, «Так хочет Бог, а я лишь исполняю то, что он хочет». Мы не можем знать, что ждет нас завтра. И Павел тоже не знал, что его ждет в Иерусалиме. Но он так сильно уповал на Бога, что был уверен, «Я должен отправиться туда». «Я должен отправиться в Иерусалим». «Я должен отправиться в Рим». «Я должен путешествовать по империи». «Я должен провозглашать благою весть». Павел сказал в Деянии. «Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря мне, что узы и скорби ждут меня». Он это знал. Ему было ясно, что впереди его ждет трудный путь. Он не знал, что именно его ждет, но знал, что это будет трудный путь. Когда с кем-то из христиан такое происходит, многие просто сдаются. Почему? Из страха, что это пойдет им во вред. Но послушайте, какими словами Павел воодушевлял пресвитеров Ефесской церкви. «Но я ни на что не взираю». А далее идут очень важные слова. «И не дорожу своей жизнью». О, надо же! «И не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. и я не дорожу своей жизнью». Эти слова напоминают нам о том, что в Откровении сказано о мучениках. «И не возлюбили души своей даже до смерти». Какое решение приняли бы вы, если бы вам сказали сегодня, «Вы сохраните свою жизнь только если отвергнете Иисуса, иначе вы будете убиты». Убитые, только послушайте, что об этом нам говорит Библия. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, это сказал нам сам Господь, наш Господь Иисус. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее». Обратите внимание, следование за Иисусом это не вопрос того, какой религии вы принадлежите. Следование за Иисусом это вопрос жизни и смерти, но понимаем ли мы это? Так что же, наша жизнь нам дороже Иисуса, или же Иисус нам дороже нашей жизни? Я просто обожаю биографию Джима Эллиота, человека, который пытался принести благую весть индейцам Аукам, проживавшим в джунглях Эквадора, но был ими убит. Незадолго до смерти он написал в своем дневнике такие строки. «Кто теряет то, что не может сохранить, и получает то, что не может потерять, вовсе не глупец». Я не собираюсь сейчас читать вам пафосные речи, потому что сам я тоже слабый человек, и мне нужна благодать. «Но что такого в том, чтобы потерять свою жизнь, если мы все равно ее однажды потеряем?» Нам все равно ее не сохранить. Тот, кто судорожно пытается сохранить свою жизнь, пытается сохранить то, что он все равно когда-нибудь потеряет. Но если вы сможете отпустить свою жизнь, поверив Иисусу, вы обретете то, чего не сможете потерять. Жизнь вечная. И вот что писал Павел Коринфянам. «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». А Господь Иисус сказал в Евангелии такие слова. «И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит вас сто крат и наследует жизнь вечную. Боже, помоги и нам сделать так, чтобы наша жизнь не была нам дороже Иисуса, не надо тратить свою жизнь на игры и развлечения. Молодые люди, не тратьте попусту свою жизнь, не надо посвящать все свое время футболу, мобильникам, удовольствием, наслаждением, похоти, своему настроению и развлечениям. пусть наши дни будут прекрасными, не тратьте жизнь пустую, не расточайте ее, лучше подарите ее Иисусу. Некоторые христиане играют в гольф или путешествуют по миру ради удовольствия, даже не замечая, что при этом они тратят пустую свои жизни. Но тот, кто отдаст ее Иисусу, не будет тратить ее в пустую и ничего не проиграет, а раз и навсегда станет победителем. Великая цель Павла заключалась в том, чтобы завершить свой путь, завершить свое служение, которое он получил от своего Господа по дороге в Дамаск, и завершить его с радостью, а именно проповедовать Евангелие Благодати Божией. Позднее он писал похожие слова Тимофею. К подвигам добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный. Мои дорогие друзья, если дьявол сегодня затуманивает ваш разум и дает вам ложные обещания, а вы им верите, то я дам всего один совет. Не дайте себя обмануть. Все это блеф. Дьявол дурачит вас. Однажды к вам придет Иисус и принесет вам истину. Он расскажет вам о вечной жизни, о венце правды, который праведный судья в день оный даст тем, кто следует за ним. И ради этого мы захотим отдать свою жизнь во славу Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Ну и в конце своей проповеди я скажу вам еще пару слов. Послушайте меня еще совсем немного, и потом можете быть свободными. Пожалуйста, в деяниях сказано, посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех. На общем собрании церковь каждый год предоставляет своим лидерам свободу относительно управления и финансами. Павел хотел, чтобы пресвитеры Ефесской церкви тоже дали ему определенную свободу на прощание, ибо, как сказал сам апостол, они больше никогда не увидятся друг с другом. А затем он добавил, посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех. Павел исполнил свое служение и сказал пресвитерам Ефесской церкви все, что было необходимо им для вечной жизни. Ответственность лежала уже не на нем, а на тех, кто слушал его проповедь. Так пусть же будет так, дорогие мои, братья и сестры, дорогие прихожане, что никто из тех, кто посещал службы нашей церкви, не скажет Господу на небесах, я этого не знал, об этом пасторы церкви ковчег мне не рассказывали. Поэтому, дорогие старейшины и пасторы, давайте целиком и полностью сконцентрируемся на проповедях, давайте не будем ничего скрывать и проповедовать обо всем, чтобы никто не мог сказать вон и день, мне не говорили, что это важно, да будем мы чисты от крови всех, кто слушал нас сегодня в церкви, по телевидению или во время наших миссий. Давайте совершим служение так, чтобы ответственность за спасение больше лежала не на нас самих, а на тех, кто нас слушал. Да будет так, во имя нашего Господа и Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 В сегодняшней проповеди мы услышали о трех важных высказываниях апостола Павла. Он сказал, что шел в Иерусалим по влечению духа, что не дорожил своей жизнью, это второе, а также подчеркнул, что чист от крови всех христиан. Давай начнем с первой фразы. Можем ли и мы сегодня, любой христианин, сегодня сказать, что действовал по влечению духа? В определенной мере, да. Ибо, будучи истинными христианами, целиком и полностью покоряемся Богу и делаем это с радостью. Мы покоряем свою жизнь нашему Господу. Тот, кто живет без Бога, связан по рукам и ногам. Он находится в цепях, в цепях греха. Он закован в них. Но в тот момент, когда мы вручаем нашу жизнь Христу, и Он через Свой Дух приходит к нам, у нас появляется новый Господь, и мы тоже покоряемся Ему. Разница только в том, что наш новый Господь хочет нам только хорошего. С этого момента мы связаны с нашим новым Господом Иисусом Христом. Павел знал, что он должен сделать, что ему нужно отправиться в Иерусалим. Поэтому мы можем быть связаны и со служением, которое посылает нам Бог. У Павла это было очень специфическое служение. Я сам пережил такое. Однажды Господь призвал меня стать пастором. И вот тогда я сказал своей жене, «Этого от меня хочет Бог, а ему нельзя перечить». А вот что означает действовать по влечению Духом, заниматься служением, выполнять Божие поручения. И не то, которое хочется тебе, а то, к которому призвал тебя Господь. Желание он потом даст. Давай перейдем ко второму высказыванию Павла. Что значат для нас сегодняшних христиан, его слова о том, что он не дорожил своей жизнью? Да, он сказал, «Иду в Иерусалим, не зная, что там встретиться со мною». Он сказал, «Узы и скорби ждут меня». А затем добавил, «И не дорожу своей жизнью». Итак, даже если из-за моей веры во Христа меня в будущем ждут трудности, я готов не противиться этому, а делать то, к чему призвал меня Господь. Ибо я не дорожу своей жизнью. Я не могу полностью отвечать за свою жизнь. В конце каждого дня мы все это ощущаем. Кто хочет получить жизнь вечную, должен быть готов отдать свою жизнь сегодня, на этой земле, отдать ту жизнь, которая есть у него сегодня. И что же это означает? Нужно от всего отказаться? От хобби, от путешествий. Именно так. Я шучу. Конечно же, нет. В первом послании к Оринфянам есть просто прекрасный стих. Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. Вот на что мы должны равняться. Разумеется, мы можем ездить, отдыхать, но делать это мы должны во славу Божию. Если мы постоянно ищем себя, и на первом месте в жизни у нас путешествия, то тогда Бог у нас не на первом месте в жизни. Вот о чем нам говорит Слово Божие. Бог должен быть для нас на первом месте в жизни. И, наконец, последнее высказывание Павла. Он сказал, что он чист от крови всех. Поясни. Да, все мы слышали эти слова, но что они значат? Что он этим хотел сказать? Он объяснил это чуть дальше. Посему, свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех. А затем объяснил, почему. Ибо, сказал он, я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Тем самым он хотел сказать, я сделал все, что в моих силах. Бог призвал меня, и я исполнял его волю. Я рассказал вам, как вам получить жизнь вечную. И теперь я чист от крови всех. Если кто-то будет меня в чем-то обвинять, то Бог знает, что я сделал все, что в моих силах. Обо всем остальном позаботится Господь. Вот почему он мог спокойно отойти от дел. Если наша сегодняшняя программа вам понравилась, или у вас есть какие-то вопросы, мы будем рады, если вы с нами свяжетесь. Мы с удовольствием пообщаемся с вами по любому вопросу. Вы можете написать нам электронное или обычное письмо. Наши адреса вы видите сейчас на экране. Мы от всего сердца благодарны нашим зрителям за их поддержку. Ваши молитвы и пожертвования очень способствуют тому, что наша программа продолжает выходить в эфир. Мы будем очень рады, если вы переведете пожертвования на наш счет. До свидания. Мы будем рады, если вы посмотрите и наши следующие программы. Редактор субтитров А.Семкин